Мы продолжаем ехать по штату Юта. Только что Женя, водитель, рассказал о ситуации, когда 13 скоростей на траке, и 13 скорость ни разу не использовал. Как раз вот здесь вот этот вот рычаг. И встал. И надо было ехать, а что-то вот никак не мог. Начал искать выход, ситуация стала напрягать, пиликают там машины сзади, все это напрягает и нашел. Нашел, вспомнил, да, Женя, я так понял, как тебе кто-то рассказывал о этих скоростях переключать. Да, испытал это на себе. И когда что-то недостаточно знаешь, не хватает навыка, приходится самому предпринимать что-то. Или вспоминать то, что хотя бы кто-то когда-то что-то советовал и говорил, как правильно нужно делать в той или иной ситуации. Я вот забыл маленько, а потом вспомнил, вдруг говорит, вначале подними первый флажок от себя, переключився в первую положительную пониженную скорость. А потом, когда скорость не берешь, импер 15 тысяч вверх, переключаешь другую флажок, вот, поднимаешь вверх и переключаешь скорость. И когда, когда ты можешь, как говорится, двигаться, вот, 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 представляете, ребят, если бы не напрягалась ситуация, то и не учились бы мы. Конечно, когда нас что-то напрягает, люди там недовольны, да, пиликают, ну, что ты тут встал? Ну, давай! А ты не давай, никак не это. И ты учишься. Но, что очень важное, вот, что я услышал от Жени, я начал вспоминать, чему меня учили, или что я читал. То есть, хорошо вообще получать информацию, чтобы она вообще была. Потому что, если ее нет, то как вспомнить то, чего ты не учил? Так что, учите правильные вещи, прислушивайтесь к правильным вещам, запоминайте их. Однажды, вам это пригодится, в напряженной, сложной ситуации, мозг начнет искать эту информацию. А если ее нет, тему чуешь? Наша тема. День добрый. И мистер Тонус вместе с Евгением мы едем по штату Юта, едем домой к нашей цели.